Но особенно, наверное, много появилось произведений Обами. И прошло ровно 10 лет, вот сегодня, в 1984 году, как начало строительство этой гигантской магистрали, этого нашего второго выхода к Тихому океану, этого нашего пути к кладовым Сибири. Вы помните, еще Ломоносов говорил, что могущество России будет прирастать Сибирью. Недавно по центральному телевидению демонстрировался фильм «Лучшая дорога нашей жизни». В этом фильме главную роль играл Борис Невзоров. Да, будучи на Баме, мне кто-то сказал, что у него жизнь разделилась на два больших периода. Это до Бамы и после. Когда все прошли утверждения, пробы, когда я узнал, что утвержден на эту роль, тут я, мягко говоря, очень испугался, потому что много слышал об Аме, много читал, много показывали всего. А получается такая загадочная вещь, что чем больше знаешь, тем почему-то тебя охватывает большая тревога, что вроде бы все знаешь. А как сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, еще к тому же было и интересно. Что ты можешь внести сюда нового. И меня все время интересовало, что же это за люди, что это за люди, что за бамовцы, что за бамовцы. Потому что сценарий и писался совместно с бамовскими ребятами. Они его неоднократно читали, вносили свои коррективы, свои поправки. И для меня было самое главное быстрее попасть на Бам. Ну почему, всегда задаешь себе вопрос, ну почему все-таки говорят бамовский характер, бамовские люди. И вот мы уезжаем в Чару, это голова трассы. Там работает бригада Варшавского, и там должны мы начать снимать первые кадры. Вечером к нам пришли ребята, в маленькой комнатушке мы жили, несколько актеров. Пришли к нам, ну и такая вдруг вечером многонациональная семья уселась на наших кроватях, на полу. И потом вдруг они задают вопрос, слушайте, а в вашей картине есть сцены первых десантов? Ну мы знали, что такое десант, это переброска, большая техники, с одного места на другой, по бездорожью. Мы говорим, да нет, у нас картина вроде бы такая, что очень трудно нам осилить. Вот это же много техники, много людей. Говорят, ну как же, без этого нет бама. Ну мы расстроились по тому поводу, что у нас нет этой сцены, что в этом весь бам. Бам начальный. И вдруг утром приходит наш куратор, Таня Денисова, говорит, ну ребята, сегодня будем снимать сцену, значит, десантом. Мы говорим, как снимать сцену десанта? У нас нет. Ребята сами сорганизовались, организовали технику, организовали людей, несколько десятков машин, какое-то неимоверное количество. Сняли с производства, а начинался самый горячий период, когда трасса шла к концу. Мы говорим, ну как же, а почему с производства? Они говорят, ну потом они нагонят, потом они дали слово, ну как кино будет без десанта. Когда несколько десятков машин, каких-то неимоверных, огромных, с траллерами, с тракторами, с бульдозерами были нам предоставлены. И, как правило, всегда в голове колонны шел человек с большим шестом, а единственной дорогой, по которому мог двигаться десант, если не зима эта, то это устья рек. И вот я шел с этой большой палкой, ощупывая дно реки, и за моей спиной была вот эта колоссальная техника, и были вот эти люди. Я не могу передать вам это чувство, потому что вроде бы уже прошло много лет, десанты первые прошли, и я видел лица этих людей, которые, часть из них впервые тоже шла в десант, часть из них ходили в десант. Это чувство какого-то, чувство сопричастности опять к началу того великого дела, которое они делают. На обратном пути я влез в какую-то машину, рядом сидел молодой парень, шофер, Володя, до сих пор запомнил, как его зовут. И он вдруг задает такой вопрос, а чего вы сюда приехали? Я говорю, да как чего, ну вот кино снять. Говорит, когда кино-то выйдет? Я говорю, ну вот стараемся к десятилетию, к укладке золотого звена. Он говорит, ну хорошо, сказал он. Я говорю, чего хорошо? Он говорит, да дочка у меня. Говорит, ну пусть посмотрит, как я работаю. Наверное, в то мгновение я не знал, что ему ответить. Потом до меня дошло, что зачем мы сюда приехали, чтобы действительно дочка, сын, внук увидели, как работает их отец, как работает их мама. И вот это для меня лично стало каким-то своеобразным камертоном. Несколько песен были записаны на картине, и пел их я. Они были написаны композитором Игорем Ефремовым. И одна из них, песня наша, такая титровая, о последнем звене, уложенном на баме, прозвучала в тот момент, когда как раз укладывалось вот это вот самое золотое звено, соединившее две ветки трассы. Вот и все, замкнулось полотно, и последний выложен портал. Золотое светится звено Ты об этом десять лет мечтал И когда оркестр громом брызнет Ты поймешь, что в ливнях и в пыли Лучшую дорогу, лучшую дорогу нашей жизни Мы с тобою вовремя нашли Первый поезд начал свой разбег Он сюда шел медленно и долго На щеках колючий тает снег И я не плачу, это снег И только, и когда оркестр громом брызнет Ты поймешь, что в ливнях и в пыли Лучшую дорогу, лучшую дорогу нашей жизни Мы с тобою вовремя нашли Нам бывало трудно много раз Но теперь спокойно оглянись Стройка обошлась бы без нас Нам же без нее не обойтись И когда оркестр громом брызнет Ты поймешь, что в ливнях и в пыли Лучшую дорогу, лучшую дорогу нашей жизни Мы с тобою вовремя нашли Мы с тобою вовремя нашли